Добрый день, мы находимся в парке Музеон, где я хотел бы рассказать о заключительной книге Юлиана Семенова о приключениях Штирлица, да, так можно сказать, саге о Штирлице, книге «Отчаяние», она так называется, в этой книге он возвращается на родину. Для тех, кто не знаком, я не хочу там спойлерить, да, кто не знаком вообще с книгами о Штирлице, у него было много псевдонимов, вот Штирлиц лишь один из них, настоящее имя разведчика Всеволод Владимиров, и его еще отец был, ну, скажем так, видным революционером по Юлиану Семенову, и сын, скажем так, участвовал в революции, да, и был еще разведчиком против белых, и вот спустя все книги он сначала работает против белогвардейцев, да, за революцию, затем он 25 лет борется, вообще, ну, на родине отсутствует, борется с фашизмом, работает за рубежом, и вот он возвращается на родину в этой книге, по-моему, она, ну, вот, десятая, да, если предыдущая экспансия, она в трех книгах, три части экспансии, это когда уже после окончания Второй мировой войны он, ну, охотится на беглых фашистов вместе с американскими разведчиками, и даже зарубежной прессой, и, в общем-то, отчаяние, беспроста так называется, потому что, наконец-то, он возвращается на родину, и то, что он видит, и в тех ситуаций, в которые он попадает, они очень тяжелые. Надо сказать, без спойлеров, опять же, то, о том, чем заканчивается, ну, третья книга, вот, экспансия, она заканчивается тем, что Штилиц, наконец-то, добирается до своих через торт представительства в одной из стран Южной Америки, и отчаяние начинается с того, что его везут на теплоходе, да, на корабле, вроде как на родину, ну, в крайне тяжелых условиях, скажем так, как военного преступника, как, действительно, заключенного. Он это все чувствует, и здесь начинаются его размышления, которых раньше не было, потому что он работал, потому что была война, потому что он действительно, ну, верил. И тут он начинает размышлять о том, что многие годы он был, отсутствовал на родине, что там произошло, потому что, естественно, он слышал о событиях, которые происходили на родине, о событиях, связанных с репрессиями, с тем, что всех, с кем он работал, с кем он, вот, начинал свою деятельность и делал революцию, практически все они уничтожены. И он об этом знал, и, безусловно, он знал о том, что невиновны, ну, подавляющее большинство из них невиновны, он это точно знал, потому что он работал в стране, как раз, против которой, казалось бы, те шпионили, да, он был там, и он действительно даже в разговорах слышал о том, как фашисты, фашистские, вот, скажем так, контрразведка, да, и разведка, там, Геринг, да, видный представитель, угарал с того, что, боже, раскрыли очередного нашего шпиона. Да, если бы он был нашим шпионом, я бы там отдал, вот, там, не знаю, 10 своих, там, сотни других резидентов. То есть, в общем-то, надо сказать, что Штирлис попадает в страну, где правит сталинизм. Ленинцы вырезаны, все, с кем он работал, и даже нет людей, которые его посылали за рубеж, они тоже все уничтожены, то есть, у него нет свидетелей того, что он действительно вот все это время работал. Ну, то есть, понятно, есть донесения, понятно, что он многие годы был законсервирован, и когда действительно угроза фашизма для СССР, для Советского Союза стала очевидной, его опять нашли, хотя до этого его хотели вызвать на родину и тоже ликвидировать, он это тоже понимал, и он тогда отказался. Ну, и вот он, в общем, возвращается на родину, и вначале попадает он, скажем так, англичанам, что удивительно, будете читать, поймете почему. А потом, наконец-то, его вывозят в Россию, в Москву, он попадает на Лубянку, поначалу, к нему относятся как к врагу народа, его запирают, над ним издеваются, его пытают, достаточно сказать, что он ждал следователя около 48 часов на стуле сидя, ему запрещали спать, ему запрещали вставать, ходить, он сидел на стуле 48 часов, в конечном счете он этого следователя и назвал фашистом, и не был далек от истины. Вообще, надо сказать о том, что книга была написана в 88-м году, в разгар перестройки, поэтому Юлиан Семенов, он действительно по полной сталинский режим отделывает, но реабилитирует ленинскую команду, да, то есть такой против... у него конфликт между старой гвардией, которые были более демократичны, которые были более интеллигентны, они бы никогда не пошли, по его, наверное, мнению, на такие жуткие репрессии, жуткую ломку страны, а Сталин запросто, он несколько раз сменил свою команду, и когда Штирлис попадает в Советский Союз в начале 50-х, ну вот, наверное, 50-й год, да, будет, вернее сказать, да, еще Берия имеет силу, но он уже не глава МГБ, тогдашний глава Абакумов, и, в принципе, все понимают, что они временные. Молотов, и все, кто остались еще из старой гвардии, они все доживают последние месяцы, они это понимают, потому что Сталин уже выжил из ума, он их всех, ну, не... ну, они ему не нужны, он привлекает молодых, молодых также тасует. И что касается Штирлиса, его пытаются ввязать в комбинацию очередную, связанную вот с представителем Швеции, его пытаются играть, его пытаются ломать, у них не получается, он действительно суперагент, более того, он их хватает сам за жабры, и они понимают, что и они не могут ничего с ним сделать, не могут его ликвидировать, а у Штирлиса главная задача вернуть своих родных. Как мы знаем, в фильме «Семеновение весны» знаменитом, он имеет возможность повстречаться со своей женой еще до войны. В реальности, конечно, никакой встречи не было, но в реальности по книге, да, это было просто невозможно. Он не видел свою жену 25 лет, он не видел даже больше ее, и все время, пока был, вот, работал за границей. И он, конечно, хочет видеть свою жену, он хочет видеть своего сына, с которым он встречался в войну, эта книга, кажется, майор Вихрь, вот, и там его сын тоже разведчик, он пытается их вернуть, то, что с ними случилось, тоже не хочу описывать, и это, я, ну, правда, это будет жуткий спойлер. Надо сказать, что, да, Штирлис силен, он борется, он дорого себя пытается продать, и добиться, главное, встречи с родными и их освобождения. Вот, собственно, об этом книга, о его борьбе уже со своими, потому что свои оказались еще хуже, чем чужие. Вот об этом книга «Отчаяние», о борьбе Штирлиса за своих, да, за его родину, это его родные, его жена, его сын. И мы видим весь ужас Советского Союза, видим ужас сталинизма. Штирлис имеет возможность, его не держат все время на Лубянке, он имеет возможность видеть новую Москву, с ее новыми домами, с новыми людьми, с новым обмундированием военных и чиновников, что все это более стало похоже на царскую Россию, он это видит, ему есть с чем сравнивать, он знает царскую Россию. «Семнадцатью мгновениями весны» и вот этой книгой еще пять. И более того, хочу порекомендовать радиоспектакль «Приказано выжить». Это книга, которая следующая после «Семнадцати мгновений весны», и роли озвучивают те же актеры, которые были во всеми нами любимом фильме. Так что, да, ролик записал, постарался без спойлеров, конечно, да, какую-то часть начального сюжета пришлось раскрыть, но основная сюжетная линия в тумане, и да, в книге действующие лица не только, да, Штирлиц и следователи, там, его родные, но и политические деятели, да, тогдашнего времени. В общем, все в лучших традициях Юлиана Семенова, да. Такой, ну, не книга, но сценарий для крутого боевика, да, крутого детектива вполне могло получиться, да, политического детектива. Вот, так что, всего хорошего, да, с вами был Николай, смотрите.